Переносимся в славный город Ярославль, на арену 2000 локомотивов, где буквально через считанные уже секунды хозяева киста Ярославского локомотива в очередном номере. Исоин забросил, и дубль Масалёва, и сегодня, внимание, Александр Осипов, 47-й номер, защитник Динамо, первый матч проводит за белоглубых в этом сезоне. И он, я думаю, Чистенки его вы будете не показывать, режиссеры трансляции. Исто обороны по системе Ло Плюс Паса по три очка. Ну и сейчас атакует локомотив, который тоже не в оптимальном составе. Бросок поворотом, гол! Заметался немного сейчас Ерёменко, и бросок в исполнении Лёбушкина. Становится голевой, 1-0 локомотив повёл. Вот это да! Выигрываются и в этот раз ярославцы. На точке в этом компоненте у них тоже преимущество пока в этом первом периоде. Кронвал. Аверин. И что штанга? Спасает ворота Динамо. И может выход 2 в 1 получится у белоглубых бросок. Не очень опасный и Сэнфорд в игре. И тут, конечно, сейчас будут разборки. Думаю, у него очень хорошее воспоминание от работы в локомотиве. Не столь большая была пауза. Не задалось и у Шона Симпсона. Там тренера локомотива. И какой момент у динамовцев! Добить не дают. Цветков сначала бросал. Ошибаются сейчас игроки локомотива. Удаление будет у хозяев за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Да, тут Цветков держится за лицо. Посмотрим, есть ли кровь. Но пока, вроде, слава богу, все обошлось. Вот, давайте. Мазякин уже в первой игре после выхода забросил. Также он забросил и во второй игре. И какой гол! Влетает в ворота Ерёменко от штанги. Вот он кистевой бросок от синей линии. И запоздал с реакцией на этот бросок галкипер московского Динамо. Болельщики локомотива ликуют. Да, 2-0. Не то, чтобы неожиданная шайба, но как-то не вытекала она из начала этого второго периода. Два игру уже на контратакте. Вот еще один бросок. Выход один в ноль у динамовцев. Булит будет, наверное, назначен или что? Да, Булит. Это Танадуэй. Джардев. Бросок, гол! Не смог Картис Энфорд выручить. И уже счет становится 1-2. Очень быстро динамовцы возвращаются в игру. И... Наказан на двухминутных штрафах. Ну и начал я говорить о том, как Динамовцы играют на выезде. А что касается локомотива и его игры здесь на арене 2000. Вот, бросок, поворотом, гол! Ну как же так? Динамовцы не смогли выбросить шайбу с пятака. На голку там дискозная лежала. Боролись хоккеисты. И в итоге тот, как тут Егороверин расстреливает буквально с трех метров он. Александр Еременко еще становится 3-1 в пользу локомотива. Да, нокаут такой сейчас для Динамо. Вот посмотрите, не сумел тут Яласвара сразу выбросить шайбу. И тот, как тут Егороверин. Пока у динамовцев обыгрывать оппонентов не получается. И рвутся вперед ярославцы. Гоу! Вот какая красота! Но что творит локомотив? Как здорово Каньков сыграл в этом эпизоде, а? Такую паузу сделал. Не уложил на лед Еременко и послал достаточно острого угла шайбу в ворота. 4-1! Болельщики ликуют у локомотива. Да, кто бы мог подумать, что так все смог на голову перевернется во второй двадцатиминутке. Сразу бросок не получился. Это оказалось к лучшему. Сместился еще правее Каньков. И в итоге уже практически отыгран был Еременко. 4-1! Сергей Каньков забрасывает свою четвертую шайбу за локомотив в этом сезоне. И преимущество ярославцев становится уже очень и очень серьезное. Можно, если динамовцы сейчас ничего не изменят. И вот первое изменение. Первое изменение. Миниатюрный реактивный форват локомотив. Вот подключается сейчас Плэк. Бросок! И Широченков ловит эту шайбу. Непонятно, как она там не оказалась в воротах. Новотный должен был наверняка добивать. Посмотрим. Каньков здорово нашел Плэк. Передача диагональнее. Вот тут Новотный махнул не глядя. А по подъем Пашаевев, наверное, оказался в одном в воротах. Яковлев. Какие атаки, какие кружево атак плиток ярославцы. А Пальков имел прекрасный момент. Но Широченков команду эмоциональный фонд в ней улучшил. Безусловно. Угадают, что же предпринять для того, чтобы изменить ситуацию на площадке. Бросок! Нет, 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 нет. Шайба незащитна. Разводит арбитера руки в сторону. Что-то даже давление похоже. Давайте смотреть. Ну, сложно. Так. Это ему может. Может быть шанс у Локомотива. Очень острый контратак. И вот сейчас момент. Пестушко оставляет здорово шайбу. Горовиковый гол. Забивает Динамо. Хорошая атака с кода. Максим Пестушко здорово все сделал. И Константин Горовиков здорово с кистей бросил. И забрасывает вот шайбу в ворота Кертиса Шенфорда. 4-2. 4-2. И очень там жестко. Косель Ярослав с их своим воротом. Пестушко на защитника. Миронов налево. Раскачивает Динамовцы оборону Локомотива. Бросок поворотом и выловил. Раскачивает Динамовцы оборону Локомотива. Наши гранок. Автор дубля в последнем матче против Славы Витязя. Солёв четыре шайбу забросила. Воспряла сегодня действительно. И против грозного московского Динамо провела очень хороший матч. Продолжение следует... Оно tracker.